Бойца Нацгвардии Украины вновь обещают премии за участие в силовой операции в Донбассе. За успешное выполнение задач они смогут получить до 3 миллионов гривен, почти 150 тысяч долларов. Приказ руководства штаба силовой операции сегодня обнародовала пресс-служба Нацгвардии. Эта новость совпала с обострением ситуации на Юго-Востоке. Там боевики добровольческих батальонов теперь используют новую тактику. Из засады стреляют по позициям ВСУ, а те в ответ открывают огонь по ополченцам. Репортаж Алексея Баранова. И БМП работало, и миномет работал, 82-й. Это сегодня всю ночь произошло. Огонь украинские силовики, как правило, открывают около 10 вечера. Бьют часа по 2-3. Их позиции на том берегу, в окрестностях станицы Луганская. От этого блокпоста ополченцев ЛНР чуть более километра. После первого же выстрела со стороны ВСУ все прячутся в укрытии. Подъезжаем прямо к передовой. В бинокль рассматриваем уже детали происходящего на той стороне. Сейчас за блокпостом БМП-1 стоит с флагом украинским. Подъехала сегодня утром. Ночью ее здесь не было. Ополченцы, в свою очередь, минские соглашения выполняют. Никакой тяжелой техники показывают нам, здесь и близко нет. Специальные средства наблюдения ополченцев позволяют точно выяснить, какую именно технику перемещают ВСУ в непосредственной близости от линии разграничения. Танки ездят, самоходки ездят. Ну, БМП, БТР, это понятно. Они всегда из них представлены. Самая близкая, это где-то 2 километров. Украинская армия не отвела свою тяжелую технику. Буквально позавчера танк стрелял вот с правой позиции, вот с правой стороны от нас. Сегодня линия соприкосновения проходит вот здесь, по реке Северский Донец. После того, как два месяца назад украинские военные взорвали новый автомобильный мост, сообщение между территорией, которую контролируют ВСУ и Луганской народной республики, осуществляется только здесь, причем только пешим порядком. Автомобильный транспорт проехать не может. Прописка и фамилии. Всего доброго. Со стороны ЛНР людей пропускают сразу, после простой проверки документов. С той стороны, а желающих вернуться в Луганскую народную республику все больше, украинские силовики продолжают требовать спецпропуска. Требуют только пропуска. А у меня была справка переселенца. Он так крутил, вертел и пропустил. Получить же такой документ все сложнее и сложнее. Послал запрос полтора месяца назад. И ни ответа, ни привета. Вот еще одно ужасное свидетельство нарушения перемирия. Поэтому КПП украинские силовики ударили прямо в День Победы. Ополченец серьезно ранен. Посекло лицо, глаза, кусок плоти с плеча с задней стороны осколком обрезало. И этот, ставший пешеходным после подрыва совершенного ВСУ мост, регулярно обстреливают украинские снайперы. В вагоне сидит. У него там оборудовано мешками, тоже укрытие. Сидит, смотрит. Ну видите, как не стреляет пока что. И еще одно свидетельство постоянных провокаций со стороны Нацгвардии и карательных батальонов. Солдаты Нацгвардии скрытно провоцируют. Работают там тяжелыми гранатометами. По своему блокпосту в итоге они начинают работать по нам. Специально делают сначала между собой, а потом это все к нам летит. Мы ни по кому огонь не открываем. Ситуация на Донбассе снова накалилась. Алексей Баранов, Александр Малышев и Влад Фридолин. Вести, Луганская Народная Республика.